Друзья, всем привет! Приветствую вас на нашем канале. В прошлом видео обещали вам рассказать про нашу гардеробную систему, как мы выстроили гардероб после ремонта, как мы там все укомплектовали. Давай сейчас вам покажу прямо за этой шторкой. Итак, что же у нас получилось в итоге? Как вы помните, изначально у нас здесь стояла стена до ремонта. Мы ее полностью снесли, и у нас осталась дырка в полу, которую мы заделали. И, в принципе, все. Тем самым выровняли пол практически полностью и начали придумывать, как мы будем делать гардероб. Мы решили все-таки его оставить тут, именно в спальне. Придумали сделать такое современное решение, как шторка, огородить его шторкой вместо стены, чтобы можно было зайти в него, пройти, посмотреться в зеркало, переодеться, и все аккуратненько было разложено. Шторку мы повесили прямо на потолок с помощью гардины, которую нам сделали потолочники. Шторка плотная, чтобы не пропускать свет, и очень удобно. Это гардеробная система. Мы ее заказали на Озоне. Под видео оставим для вас ссылочку. Вы можете тоже такую систему купить с нашей скидкой небольшой. Она стоит вся 6500. Система может собираться много разных вариантов, как ее можно развесить. Мы сделали ее вот так вот. Больше сделали верхних полок. Сделали небольшие полки для футболок и кофт, штанок. И сделали несколько основ для вешанок, чтобы развесить верхнюю одежду. Так, вот здесь у нас внизу развешана одежда, которую мы больше всего чаще одеваем. Здесь развешана одежда, которую мы одеваем реже, но все равно она должна быть под рукой. Чтобы быть с вами полностью честной, я скажу, что это не вся одежда, которая у нас есть. Есть еще верхняя одежда. Она занимает много места. И у нас для нее отдельный шкаф, отдельная гардеробная. Небольшая, совсем очень маленькая, которую мы построили во время ремонта. Тоже покажем ее в обзоре в следующих видео, как у нас получилось все после ремонта. Там у нас висит вся верхняя одежда только. И какие-то крупногабаритные вещи, например, снотборд у нас там стоит. Все, что мы берем с собой в походы, это палатки, постилки. Они занимают очень много места, и все это у нас хранится там. Все, что поменьше, все, что мы используем каждый день, находится вот здесь. Также у нас находится здесь вся обувь. Да, у нас обуви не так много, в принципе. И вся остальная обувь, которую мы одеваем каждый день, тоже стоит в коридоре в гардеробной другой. Также у нас остался комод и зеркало с прошлой квартиры. Мы решили их не выкидывать, никуда не продавать. И используем прямо здесь гардеробные. То есть на них мы ориентировались, когда устанавливали всю эту систему. В комоде находятся белье и шарфы, шапки, перчатки, такие мелкие вещи. Наверху расставлены сумки, какие-то коробки. И также коробки у нас располагаются еще вот здесь. Вот, очень удобно за вещами. В этих коробках у нас хранится разная мелочевка. Которые удобнее всего хранить в коробках. Разные там, не знаю, блокноты, канцелярия, какие-то фотоальбомы. То есть вся мелочевка у нас находится в коробках, которые удобно очень расставлены. И которыми мы не так часто пользуемся. Это вариант нашей гардеробной, который мы сделали только-только, сразу после ремонта. Наверное, чуть позже мы будем что-то здесь менять. Например, зеркало делать. Наверное, побольше будем, подлиннее. Что-то сюда хочется на стену повесить. Какие-то, может, картины, фотографии. И ковер бы, наверное, я сюда постелила для уюта. Гардеробную систему можно собрать по-разному. Вот здесь, например, можно еще поставить дополнительную полку. Либо, наоборот, повесить еще больше палок. У нас, кстати, они остались еще. Мы не все использовали палки для вешалок. Вот, то есть можно повесить побольше полок. Разложить туда побольше вещей. Можно вниз ее еще сделать подлиннее. То есть несколько вариантов этой гардеробной системы. Длина стены у нас здесь гардеробной 2,45. И высота, в принципе, столько же 2,50. Поэтому нам эта система полностью хватила на ширину всей гардеробной. И вот, как видите, еще осталось место удобно. Можно ходить. Также здесь на комоде у меня лежит косметика. Ее очень немного. И, в принципе, у нас вещей не так много, как мы считаем. Потому что мы довольно часто переезжаем. Во время переезда много вещей выкидывается, много отдается. Поэтому, если хотите избавиться от большого количества вещей, почаще переезжайте. Ну и можно всегда вещи отдать на благотворительность. Мы даже иногда просто выносим вещи у нас в отбор, на мусорку. Поэтому люди, если что-то хорошее выкидывают, то они аккуратненько раскладывают это вдоль мусорки. Чтобы тот, кому нужна какая-то вещь, просто ее забрал в хорошем чистом состоянии. То есть, вот у нас есть такая даже в Петербурге культура выкидывания мусора. Еще раз эту гардеробную систему оставим по ссылке в описании к видео. Очень удобное, рекомендуем. И, в принципе, нам все нравится, что все находится так вот, довольно в открытом пространстве. Если кому-то так не очень нравится, можно всегда использовать какие-то коробки. Выдвижные ящички еще есть у этой системы. Ну и в целом, это все, друзья, про нашу гардеробную систему в квартире. Она стоит прямо за кроватью. Но нам это очень нравится, потому что есть большой широкий проход к гардеробу. И спасибо за просмотр, друзья. Рада показать вам наш гардероб у зданий. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И до встречи в следующем видео.